Евангелие Атмосфера, 7 глава, 15-16 стихи. Многое не знает православное, но вот эти слова все слышали. И особенно непонятное бывает слышанное, потому что на это не обращается внимания. Да мы это и так знаем. А спроси, что такое терновник, сразу останавливается. А где у нас он растет? А какое отношение к нам имеет? А на что похожа вообще наша церковь, наша семья, государство? А ведь все в этих словах. Почему? А заканчивается о плодах. И определять плоды будет Господь. И определяет очень зримо. Огнем. Плохое поле, заросшее, придается огню, Ездра говорит, потому что по нему пройти уже невозможно. Вот сейчас мы придем в любую общину к сектанту, мы спросим, вы терновник или виноград? Немало не сомневайтесь. Самые последние еретики ответят, что они виноград, который распростер детство свое далеко за ограду. Пойдите, вот так называемые свидетели Иеговы. Вернее сказать, лжесвидетели под именем Иеговы. Виноград? А вы спросите, даже не христиан, мусульман, да виноград. Никакого там терновника никогда и не было. А про православных и говорить надо. Святая Русь. Да какой святой терновник-то не бывает. А тогда вопрос, а почему же он сгорел весь этот сад-то хороший? Вот немножко только одно с другим, первое слово и последнее соедини, и уже на что-то говорит, наталкивает. Кто репей? А что за качество репья? Ну лечебное это свойство всюду, везде есть. Любую кору подойди, погрызи и тоже вылечишься. А вот репья свойство особо сцепляется, как репей. А вот неумение гасить конфликты. За каждое слово человек цепляется, как репей. А репей цепляется, лишь бы только распространиться куда-то, а то он для чего цепляется, чтобы ребятишек по всему свету распустить. Вот так и ретики, и они тоже цепляются. А некоторые на нас смотрят, что мы ходим по квартирам, тоже как репей. К каждому подходят, и свидетельство о Христе это не репей, это благодать. Бесплодность. Ненужность. В саду Господнем. Хотя репей и терновик, они нужны в своем месте. Вот мы считаем, книга судей, 9 глава, 14 стих, говорится о притче, которую задал один человек. Решили все деревья собрать и выбрать себе руководителя, референдум. Вначале выбирать. И кого они выберут, все отказываются. Виноград говорит, а зачем я пойду? У меня вино свое, я занимаюсь, сок у меня, маслина, а мне некогда заниматься, мне надо скорее наполнить плоды, чтобы масло было и лей. А кто первый лезет на должность-то? А тот, который знает, что у него лучше будет. А что царь? Я за семейством расстреляю, а мы подоносные. И вот этот терновник сел в Кремль. До 70 лет по этому терновнику продирали. Совсем точно было. Никому нельзя выехать за границу. Все терновником загородили, называется железный занавес. Все уничтожили, дворянство, казачество, священство, все под нож. И вот здесь, когда все деревья отказались, тогда терновник сказал, идите под тень мою, и я буду над вами царствовать. Ну у терновника какая же там тень? А мы нас ведем справедливость, равенство, братство, свобода. Все провозгласили. Дадим землю, свободу слова, свободу вероисповедания. Все абсолютно терновник наобещал. Получили? Если, согласно статистике, как показывать, что у нас должно быть сейчас, к сегодняшнему году, 650 миллионов человек. Я всегда спрашиваю, какой змей Горыныч сожрал страну? А вот с терновником все пришло. Попробуй тогда, скажи папам, что вы терновник. Я не знаю, откуда была Серафиму Саровскому эта мысль, молиться о русских священниках и архиереях. Вот конкретную поставил задачу узнать волю Божию. А воля Божия, видать, уже нависла. И он говорит, я молился не о том, что открой волю Божию, а пощади их. То есть он уже видел огонь, охватывает весь этот виноградник. А всегда говорили виноградник, благослови Господи виноградник. И вдруг ему открыто было. И голос Божий заговорил, не пощажу и не помилую. Я их всех сожгу. Я их уничтожу. А причина-то какая, Господи? А вымыслами своими заменили Слово Божие. Они не очищены. Слово Божие. Устранили и превратилось в терновник. По слову Божий царь делал. Да нет, конечно. Везде цензура была. Цензура стояла над театром, стояла над литературой, над школьными учебниками. Всего-то цензура. Стихтанты ничего не могли выпустить. И что эта цензура к Богу вела, ничего не осталось. Свободы-то тоже не так много было. Почему терновник, терновник в церкви, терновник в синоде, терновник императорская семья? Да, ведь когда убили Распутина, участвовали-то члены царской семьи в этом убийстве. И канонизированная Елисавета Федоровна поприветствовала это событие. Наконец-то избавилась Россия от такого тирана. А сегодня тот и другой могут быть канонизированы. Это все терновник. Не радуйся даже погибели и счастливого человека. И получилось так. Люди убили добрых сыновей у Гедеона, а сын наложницы стал царем. И вот он обличил один оставшийся из живых. Так кого вы избрали на собой? А тогда говорили. Еще заранее говорил Иоанн Кронштадтский. По черепам будете карабкаться. Пошлет Бог бич в лесоправителей, будут схлестать вас. И все будете терпеть. Вот сегодня куда ни пойди, один терновник. Вот засели одни животолюбцы. Живут одним днем. Только одна корысть. Пока дома сидишь, как-то еще терпится. Как-то куда вышел. Но везде, и при том не то, что положено, а несправедливые терновные законы. На каждом шагу. Пророк Исаия 7.23 говорит так. Где раньше росла тысяча виноградных лоз, будет расти терновник. Колючий кустарник. А где, где Слово Божие? А вот здесь нужно посмотреть. Кого обвиняли больше всего? Православные. А вот те-то как раз в эволюции не участвовали. Ни староверы, ни сектанты, ни баптисты, ни одного из них в правительстве не было. А кого более всего уважали, те оказались самым большим терновником. И загородили так, что ни пройти, ни проехать. Не было настоящей-то цензуры, которая, по Слову Божию, бы все распределила налево и направо. Я говорю, только вот сейчас уже дохожу до конца, почему такие большие богословы до конца не договаривают. Нигде, ни одного, притом, в России не было. Оказывается, на первой странице, соответственно, цензура. Вот они все вгоняли сюда. Прямо, по Слову Божию, нельзя было сказать. Почему? Монахи загородили проповедь живую. И что? Одним терновникам оплело сегодня эту пустыню. Там только мусульманцы, там больше ничего нет. Почему никто тогда об этом не кричал? Почему Ян Затаус не вопил? Он говорил, но такими проблесками надо мое слово нести. Кому надо? У каждого семья. До дому нести только. А почему ни в пустыню тоже не призывал? Ни Василия Великий, никто. Вообще никто. А монашество в это время самый большой рассвет был. Оплело все. Живое слово не проникало. А Ян Затаус прямо громил. Не вижу я прихожан, вижу стадо лошадей. Во разговорами кучи навоза принесли сюда. Это его пасва была такая. И он ничего не мог сделать. И причина одна. Не были образованы нигде кружки по изучению Слова Божия. Он по-другому не мог, потому что он сам был монах. Это самый из самых лучших. Но до конца его не призывал. А вот видимо все это должно было пережить Россия и другим странам, патриархатам, чтобы сегодня начали уже приближаться вплотную. Без Слова Божия ничего нет. Слово Божие это попаляющий огонь. Оно выжигает все. И где росла тысяча виноградных лоз, где светила евангельская проковать, а теперь только один терновник. Исайя 55.13 И будет вместо терновника вырастет кипарис, и вместо крапивы мирт в знамение вечное и несокрушимое. Когда? Там, где будет Слово Божие, благовестие, обращение душ. Просто обратиться к словам мирт, ну прекрасно, а где? Давайте достанем черенки, растения, начнем насаживать. Ну написано, крапиву плохо будем вырубать, ее выкакивать, виноградники, ничего же не изменится. На этом винограднике одни пьяницы только появятся. Слово Божие. И тогда вот эти обещания данной пророку Исаии исполнятся. И там, где свирепствовал кустарник, там будет мирт. И при том это будет знамение вечное и несокрушимое. Все остальное сокрушается, и оно временное. Где сады Мичурины? Ни одного нету. А где Слово Божие посеянное, там возрастет. Очень хорошо надо это усвоить, что мы все являемся земледельцами. Пророк Наум 1.10 говорит так. «Сплетшиеся между собою, как терновник и как упившиеся пьяницы, они пожены будут совершенно, как сухая солома». Там, где нет Слова Божия, хотя бы сегодня многое где-то строили, все это будет разрушено. Это в любом государстве и на всей земле. Ибо придет господин Жатвы, и Солому сожжет огнем неугасимым. Прямо говорит. И поэтому сегодня мы должны заботиться, главное, чтобы терновник превратился в виноград, чтобы репейник стал приносить смоквы. А это никак невозможно. При самом добром научении, при хорошем воспитании, при уважении к старшим родителям, это ничего не даст. Уважающий родителей погибший грешник, добавить должен будешь. Хороший правитель, он даже в храм ходит. Погибший грешник, пока он не встретится со Христом, пока он не обратится через Слово Божие, пока не принесет подлинное покаяние, пока не будет жизни в Духе Святом. Невозможно, надобно родиться свыше. Родиться свыше это и есть перерождение. Где был терновник, будет мертв. Исайя 34.3 Я отношу это, конечно, в первую очередь к России. Как будто бы специальные питомники вырастили шакалов. Все абсолютно идет на разграбление и на уничтожение. От простых людей, получая письма, вот я прочитал про глобализацию, вот свои задачи уничтожения негодных едоков. Ну все правильно, это задачи и прочее. Но вы корень-то не знаете где. Люди отступили от Христа. А зачем дальше жить-то, если Бога-то нет-то? Зачем решать какие-то демографические вопросы, если рождаются одни пьяницы, развратницы? Зачем? Да лучше один праведник, соблюдающий закон Божий, чем десять тысяч нарушающих этот закон. Пророк Плыча Соломона 13.2 От плодов уст своих человек насладится добром. По плодам их вы знаете. А от плодов уст как можно насладиться, если из уст-то идет одна скверна? Да ты же добрые, говорят. Я вчера на занятиях говорил, занимаясь писателями дореволюционными, я ни одного не нахожу, который знал Христа по Евангелии. Ни одного. Притом самые лучшие, которые относятся к классикам. Они Бога совсем не знают. Один-то, когда Стоевский говорил, возрождение будет в России, возрождение будет через монашество. Только и захоешься. Да монашество-то все как раз и остановило. Проповеди-то нет. Терновник-то и переплел. А если бы Слово-то Божие было в народе, оно бы пожигалось все огнем. Матфея 3.10 Не приносящий доброго плода дерево срубает и бросает в огонь. Но мы не знаем, праведное или неправедное, но судя по тому, как все сгорело, вот отсюда будем и решать. С праведными плодами так Господь не поступает. 57 тысяч храмов, за что Бог смел? А 1275 монастырей под нож подвел. Зачем? Да ясно, что один терновник Господь находил. Не случайно, может быть, Игнатий Брянчанинов, он сам монах, его суждение-то тоже недостоверное, но он нашел едва ли 4 монастыря, в которых кое-где пробивается духовная жизнь. Это какой же процент? Это он видел. И он вопияло говорил, монашество кончилось, одни актеры остались, а актерство ничего не сделает. А до конца-то не договаривал, да ты как раз один, может, главный актер, что запечатался, с такими знаниями сидел. Да если бы ты переступал с места на место, как Спиридон среди заключенных, среди бурятов проповедовал, как Макарий Алтайский, наверное, другое было бы. Но оставил даже книжки, они стоят на полке. А что дальше-то? Иаков 3.17 Мудрость. Как ты как о мудрости услышал? Кто посчитает, что он глупый? Совсем и мудрый. Даже совершенно необразованный человек, безнравственный, но он считает себя мудрым, он умеет кого-то обмануть, достать деньги. А мудрость, сходящая, во-первых, чиста, то есть никакой корысти нету. Дальше. Потом мирна, скромна, по мере веры. Послушлива, полна добрых плодов, бескресна, салицемерна. Я о плодах говорю. Чтобы не репей собирать, а другое, нужно иметь мудрость. А мудрость где? У Христа. Он является премудростью. Что ты решил сделать? Премудро думай. Даже простое дело сейчас. Плату за телефон два раза увеличили. Я вам заранее говорил, как лучше. Не послушались. Сейчас зазря платите деньги. Да еще месяца два будете платить. Мудрость ищите. Она полна добрых плодов. И главный плод – это смирение. Скромна. Ты просил Бога, на такие простые дела, если не получаешь ответа, то как можно поверить, что на большее дается ответ? Титул Павел пишет 3.14. Упражняется в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Значит, плоды все-таки отдел. И не случайно говорили, я день напрасно прожил, и никому не сделал добра. Это напрасно прожитый день. Какой след каждый день оставляет? Ладно, в течение года еще что-то будет. Нет, отчет надо давать за каждый час, Иоанн Заталус говорит. Сам себе и приступающий к чаше себя доисследует, доиспытывает. А все полагается на батюшку. На батюшка что? Общая исповедь везде в храмах. Подходите, всех причасти. В совершенном заключении люди не готовы. Сообщает сотни женщин в один день причастили. Открыто это печатает, пришла газета. Но я после этого встречаюсь с людьми, какого причащали. Я ни одного не нашел верующих. Ни одного совершенно. Как жили, так и остались. Это еще больше и грех вталкивает людей. Премудрость 8.7. Если кто любит праведность, то плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию, и рассудительности, и справедливости, и мужеству. И тот, кто последует, тот ничего не потерпит худого в жизни. Зачем? За мудростью. И вот она дарует такие плоды, о которых сегодня много говорят. Мужественный человек. А где он мужественный? Проявил себя на войне. На какой войне? В чужую страну, в Торсии. Там многих сумел убить. И дают кресты. Награду раньше было. Во имя того, который умер на кресте, и говорил, не убивайте друг друга. Любите друг друга. Да если бы верили, то как должно? Да как бы эта беда-то нас постигла? И вот сегодня говорят, а где у нас, я скажу, что соглашательство с властью безбожной, идти на компромисс, и ради какой-то выгоды молчать, не говорить о Христе, то, что выразилось в Сиргианске, с чем нас пытаются сейчас объединить, это самый густой терновник, это изгородь настоящая. Она только огню должна быть предана. Почему? Да это вопреки совести, вопреки Писания. Что вообще у верного или с неверным? У Христа с милиаром. Говорят, а вот нельзя молиться с серетиками, это экуменизм, они со всеми молятся. Почему? Потому что это терновник. Ты заражаешься там. Эту заразу разносишь здесь. Ты на высоком уровне, может быть, и знаешь, как сказать, а мы там же свидетельств, это обман. В терновнике ни одного семени не прорастает, его сначала выжечь надо, распахать. А это только Слово Божие делает. Страхом Божиим, чтобы человек подвигнулся и сказал, я еретик, и отступил. Мы спросим любого сегодня архиерея, ты такое слышал, что пришел человек, признал еретичество свое, где он находится, и тогда сказал бы, я желаю верить, потому что у вас, дете, страхи Божьим, по Слову Божьим, они ни одного не могут назвать. По всем епархиям. Иаков говорит пять-семь братья, будьте долготерпеливы, до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода и ожидает дождя раннего и позднего, и для него много терпит. Что такое ранний дождь? Ранний дождь – это первая благодать, излившаяся в призыве людей к покаянию. И в последнее время это будет. И может быть мы как раз на последнее время сегодня в православии об этом заговорили. А ты обрати прямо к себе. В юности Господь меня касался, а я не откликнулась. Да пусть же в старости будет сочная, подавитая и свежая. И в старости ни на что не нажаловаться. Старяет только тело, а тело – это не мы. Мы ждали драгоценного плода. А дождется ли от нас Господь подлинная отверженность от самих себя? Услышат ли родные от нас истинно голос Христов? А слово Божие прямо говорит? Какие плоды? По плодам будут узнавать. Сирахов 12.3 говорит, Мала пчела между летающими, но плод ее лучший из сластей. А где пчела летает? По разным цветам. Она не сидит дома. Насколько это верно, но занимающиеся пчелами, говорят, летом пчелы все погибают в полете. Изнашивается крылышка, она загрузилась, нектар несет, не долетает, падает и умирает. Блажен человек, которого Господь застанет не в субботу, в покое. Не в зимнее время будет его бегство из этой жизни, а плодоносным явится он пред ним. Вот почему определение по плодам узнавать мы можем и подсказывать кому-то. Конечно, если человек пожелает это слышать, сам себя человек во всем точно не может исследовать. Кто-то должен ему это сказать. Итак, в сегодняшнем отрывке Евангелия Господь показывает нам на все окружающее нас. Я хотел сказать, что терновник тоже имеет одно положительное свойство. Он не пропускает через него пройти. Настолько переплетшийся, легче оторвал какую-то доску и залез. А если он толщиной один метр или больше, где даже руку нельзя протолкнуть, и одни колючки, то там не пролезешь. Вот почему Сирахов и говорит 29-27 «Смотри, огради владение твое терновником». Терновник – это страх Божий, каноны Святой Вселенской Церкви, и вот они тоже нам нужны, потому что они ограждают нашу жизнь. Поэтому все, что Священное Писание говорит, оно все бывает надвое. Плоды. Какие плоды? Терновник. А в каком смысле терновник? В данном случае, что приносили добрые плоды и соблюдали Слово Божие и канонность, которые дала вам Церковь. Аминь. Аминь.